Ну что, друзья, пока все комьюнити готовится к самому ожидаемому финалу TI последних лет, предлагаю рассмотреть более лайтовые новости со скандалами, инсайдами и дальнейшим будущим киберспортивной доты. А я приветствую всех вас на своем канале и поздравляю вот этот комментарий из-под прошлого ролика с выигрышем халявного ключика. И да, ссылка на мой магазин игр, где всего этого добра навалом все так же находится в описании, а вы все так же можете оставлять новые комменты, чтобы участвовать в наших розыгрышах. Победитель вновь сможет выбрать вообще любую игру на свой вкус, а мы ее с радостью активируем. В общем, всем удачи и давайте по порядку. Касательно контента на Кей-арене. Александр Стрэнджер, что отвечает за дота-подразделение Virtus.pro, неплохо так подогрел интерес комьюнити, сообщив, что нас ждет очень крутой продакшн. Ну, заинтересовал чертяка. Но и на этом еще не все. Мария Гунина тоже поделилась инсайдами. Дескать, в будущем году нас ждет просто тайфун из крутых турниров и море контента. Хотелось бы верить, что все так и окажется. А всем менеджерам команд хочется лишь пожелать удачи и крепких нервов. Раз уж затронули тему следующего года. Шейхи, походу, опять решили разойтись на полную катушку. Принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман объявил во всеуслышание, что с 2024 года страна будет бахать мировые турниры по киберспорту. При этом с рекордными призовыми. Чемпионат мира по киберспорту. Это следующий шаг на пути Саудовской Аравии, чтобы стать ведущим мировым центром игр и киберспорта. Ну, что тут сказать. Звучит реально многообещающе. Особенно учитывая скромные 3 миллиона призовых отвентилей. Лично я буду только рад подобному конкуренту. Жаль только, что саудиты никак не смогут добавить в доту собственный компендиум или батл пасс. Ибо вряд ли Габен даст им такую возможность. Хотя, если будет годный процент с продаж, то кто знает. С деньгами-то у этих парней точно все в порядке. Вон, Риат на 15 миллионов отгремел, будь здоров. Да и вообще, любят они в доту спускать бешеные деньги. Если что, сам принц Саудовской Аравии, который и проводит все эти турики, является большим фанатом игры. Имеет целых 3000 ПТС и уже неоднократно закидывал в игру какие-то запредельные суммы денег. 60 тысяч уровней батл пасса в былые годы для него как раз плюнуть. В общем, здесь шейхи по деньгам точно не разочаруют. И я бы рассчитывал миллионов на 20 призового как минимум. Так что, в ожидании годноты. Это что касается призовых для киберкатлет. А как вам, например, сумма в 5 миллионов рублей, но уже чисто для зрителей Инта? Я сейчас говорю про акцию «Бойцовский клуб» от нашего надежного партнера Пари. Как поучаствовать? Просто выбираем одного из 16 доступных героев, ищем себе противника и пытаемся его победить, выбирая место для атаки и для защиты. Выиграли, заработали рейтинг. И чем его больше, тем сочнее фрибет вы можете получить вплоть до 100 тысяч рублей. Я лично ставлю все свои заработанные фрибеты на матчи Инта, ничем при этом не рискуя, чего и вам советую делать. Ну, допустим, вот вам китайское дерби с LGD и Азурами. Кэф на последних аж 2.45, но мне сильно не нравится кэри ЛГД. Так что, пожалуй, рискну залутать сочный Кэф на Азурах и поставлю на их победу. Ну, а вы, друзья, присоединяйтесь по ссылке в закрепленном комментарии и участвуйте в акции от Пари на 5 миллионов рублей. Всем удачи! Раз уж затронули тему денег, вновь пробежимся по нашим любимым киберкотлеткам. Рамзес напрямую подтвердил, что сайтам с подсчетами призовых можно верить, и его доходы с турниров составляют около 2 миллионов долларов. Получается, я... Ну, есть сайт, то есть у каждого игрока можно посмотреть, кто сколько выиграл денег за карьеру. Ну, там, у Антохи поменьше, он малой, у меня там 2 миллиона с чем-то. Однако после покупки квартиры в центре Москвы на его банковском счету сейчас осталось примерно 600 тысяч баксов. А осталось сколько примерно? Блин, да на счете в банке у меня лежит там, ну вот, не знаю, там 1600, может быть. А вот дурачьё, по факту, после одного успешного года уже может похвастать семью сотнями тысяч. Антон сказал, что у него уже сбережение 1700 долларов. Я заработал. А где ты держишь их? Это на южном каме сейчас, когда, чтобы скрутить на банке, пирамида. Не, ну просто интересно, где ты их хранишь? В крипте или где? Не, на карте в крипте. На самом деле, очень даже неплохо, учитывая, что это только призовые, без учета зарплат, дохода со стримов и рекламных контрактов. Также забавно было слышать, как Рома без стеснения признает, что на данный момент, кроме Доты, он ничего не умеет делать. А не надоело? Нету такого, типа, блевать охота. Ну давай так, в жизни я нихуя не умею. Чуть-чуть типа, ну мне не надоело. Хоть сам Амирана я никогда не смотрел, но вот его мини-вьюха с инсеней из Ликвид прям в голосину. Как ни крути, а рофлы над челом, что вообще не бум-бум в Доте выше всяческих похвал. Ну а больше всех выделился дядька Корбан со своей звериной серьезностью, который встал на защиту практиса спиритов. Там тело какие-то. Я просто надеюсь, что мы куда-то зайдем. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое? Поснимайся. Амир, Анна? Да, я в курсе приятного. У нас КВ. Не, я ничего. А КВ? Интервью, не интервью. У нас тренировка просто идет сейчас. Да я бы хотел подглядеть немного, если бы. Нет, там прям как совсем никак. Ну типа у нас завтра игра, и мы как раз к ней готовимся. Кстати, тут уже во время написания сценария подоспело достаточно резкое высказывание от той же Марии Гуниной. Триггером стало как раз вышеописанное интервью и участие в нем игроков команды Nine Pandas. И да, как вы можете понять по вот такому токсичному тексту, все дело снова в назойливой политоте. Куда уж без нее. А теперь можно и к скандалам перейти. Снова Дахак, снова ситуация с его киком из тогда еще Hellraiser's, как раз перед поездкой на мажор. Тогда, если вы помните, все было достаточно сумбурно. Никита явно находился в тильте и не ожидал подобного, но обещал рассказать все чуть позже. В то время как организация просто с ним попрощалась. К слову, удивительные параллели между киком Дахака и Александра Чурочкина, что также не ожидал увидеть новостей о своем увольнении. Так вот, об интервью на канале KD All In. Честно говоря, тут не разобраться, прав ли Дахак или просто пытается найти себе оправдание и бередит старые раны. И самое смешное, что, по крайней мере, как я считаю, я эту команду, грубо говоря, сделал из полного дерьма, вот, тех, кто они есть. Обидно было, конечно, как меня кикнули. То есть я вообще сам хотел уйти, потому что там полный пиздец происходил, это вообще не для меня. Это мы про Ашаров. Да, да, да. И обидно, что не было, знаешь, каких-то слов поддержки, не было, ну, хоть какого-то человеческого отношения. Прошелся Никита и по текущему уровню игры команды. Игроки просто из абсолютно непонятно кого стали вон в кеме. Кто знает, до какого места они доберутся. И по уже бывшему тренеру NoFero. То есть я изначально посмотрел, как тренер понимает Доту. Он ничего не понимает. Я сказал такой, окей, без проблем. А ничего не понимает это, как выражается? Ну, не понимает, как работает герой. Он не понимает, как стоят линии, как они играют. И, соответственно, если ты пикер, но ты не понимаешь, как работает герой, толку никакого. То есть у нас были абсолютно все линии проебаны. Отрадно было также видеть, что и свои проблемы он готов признавать и сейчас учится на ошибках. В том числе еще моя вина, что я не социализирован, я не смог найти правильный подход. В чем это проявляется, то есть, ну, я считаю, у меня пиздато информация. Но способы ее донесения в то время были не самые лучшие. Очень мало людей на нашей планете, которые чисто психологически тебя будут воспринимать хорошо, если ты всегда им, грубо говоря, ошибка, 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 ошибка. Понимаю. И, грубо говоря, если ты положительные моменты, вот ты просто говоришь, если я ничего не сказал, значит, заявись. Ну, на самом деле так это не работает, то есть, сейчас мне приходится совершенно по-другому работать. А весь конфликт, из-за которого Дахак был выгнан из организации, он свел исключительно к тренеру и нежеланию тогдашних ХРов развиваться. Ну, в чем конфликт? Грубо говоря, вот есть тренер под Лиза, который подлизывался ко всем подряд. Я сразу дал понять, что мне это неприятно, что мне нахуй не нужно, чтобы он это делал. Грубо говоря, он начал подлизываться к другим и травить на меня. Скажем так, какое бы обсуждение чего бы либо не было, в итоге это все переводилось к тому, что со мной перестали соглашаться. И в итоге вместо каких-то фактов пошла какая-то хуйня. Если итог мыслей Никиты правдив, то тут становится откровенно печально. Я это все пофиксил, я им помог, а мне не помогли. Меня не просто выкинули, я даже хотел, чтобы меня выкинули. Я сказал, ребят, я готов уйти. Но мне сказали, нет, давай ты с нами на турнир съездишь. Если бы тогда, когда я сказал, типа, ребят, либо я, либо он, окей, он, все без проблем, ребят, shake hands, and I go back home alone. No problem, but одна неделя или даже 10 дней всего вот этого ожидания, где мне потом еще хорошего слова ни разу не сказали, в моем понимании это по-ублюдски. После этого ответочки от самого Ноуфира долго ждать не пришлось. Александр прошелся по фактам и порекомендовал Никите сосредоточиться на поиске оправданий нынешних неудач в его деятельности. Немножко постебал за пики и акцентировал внимание на противоречии. Мол, как может быть тренером человек, который вообще не умеет общаться с людьми? Ну, короче, кто тут прав, кто виноват, мы вряд ли когда-то узнаем наверняка. Но мне почему-то все еще импонирует Дахак с его прямолинейностью. Однако исключать его вечное желание переизобрести велосипед тоже никак нельзя. Уж простите, но тот самый Кэри Батрайдер навсегда останется в моей голове. Честно, конечно, может быть где-то не везет ББ, может еще что-то, но по-моему они стратегически какую-то херню нашифровали на тренировках и пытаются ее реализовать. Но эта херня является херней. Ну а как вы считаете, друзья, за кем все-таки правда? За Ноуфиром, Дахаком или же она как обычно где-то посередине? Ну а закончить этот выпуск предлагаю на самой позитивной ноте из всех возможных. Помните то интервью Майл Шторма с парнем из Монголии, который буквально покорил всю СНГ комьюнити своей искренней преданностью любимым командам? Так вот, Найн Пандас и Пари сдержали свое обещание и мужик таки получил билеты прямиком на финальную стадию Инта. Привет, друзья! Со мной только что связался менеджер Найн Пандас и пятницу будет Жерси на стадионе. И я только что получил билеты на Азия Интернешнл. Спасибо вам, ребята. Не знаю, что сказать. Если бы не СНГ комьюнити, если бы не ввы, я бы никогда не смотрел бы. Не знаю, что сказать. Я очень счастлив. Спасибо, ребята. Поэтому будем ждать очередной вьюхи с счастливым фанатом, но уже с трибун Кей-Арены. Давайте порадуемся за Монгола и за наше все-таки душевное комьюнити дотеров. Все, кто в этом поучаствовал, огромные красавчики. В ожидании каких-то анонсов от Valve на этом Инте можно смело скоротать время. Например, в новеньком Assassin's Creed, который уже доступен к покупке в моем магазине дешевых игр Typical Shop. Тут же имеется, допустим, Prime Status для CS2, предзаказ третьего Payday и вообще все новинки, которые мы при этом активируем прямиком на ваш Steam аккаунт в обход всех региональных ограничений. Кроме того, напомню, что вы можете выбирать формат покупки. А это либо рандомный кейс, из которого можно получить тот же ключ Ассасина всего за 399 рублей, либо же 100% покупка с железной гарантией. Также очень важно, не забывайте вводить свой номер заказа в разделе ежедневных раздач, где можно на халяву получить даже новый Mortal Kombat или любую другую игру. Тут уж как вам повезет. А ссылочку на магазин вы найдете в описании под этим роликом. Смело залетайте, забирайте осенние скидочные промокоды и закупайтесь, не парясь о санкциях Стима. Всем заранее огромное спасибо и услышимся с вами совсем скоро в новых роликах на канале Типичная Дота. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok